Здравствуйте! В эфире программа «Городская среда». Этот выпуск нашей программы мы решили посвятить темам, которые были озвучены в ходе дискуссий на полях Молдороссийского экономического форума, а точнее обратить ваше внимание на обсуждение алгоритмов построения комфортной городской среды. В дискуссиях участвовали кишиневские архитекторы, муниципальные советники и московские чиновники. Предлагаем вашему вниманию видеозапись обсуждений. Вы хотите получить все рецепты получения комфортной жизни главного архитектора города? Это неправильно. Так не бывает. Архитектура – это только инструмент, в котором находятся решения, и эти решения воплощаются. Для того, чтобы составить реальный план развития города, одной архитектуры мало. Здесь нужна еще политическая воля – раз, деньги – два, толковое техническое задание. Потому что комфортная жизнь – это не только когда красиво. Это когда еще есть возможность детей учить, когда есть возможность работать, когда есть возможность коммуницироваться между собой, когда есть возможность снять кучу проблем, которые мы сегодняшним рукопашную. В конце концов, вы меня извините, я по вашему городу прошел, я лет 30 с ней был. Он, к сожалению, ветшает. Его нужно ремонтировать, просто тупо ремонтировать жилищный фонд. И большая часть городов наверняка в Молдавии, например, в таком же состоянии. Это значит, что надо иметь такие программы. Надо тоже лифтовое хозяйство. Вот у нас тут сидит технический директор Щербинского строительного завода, самого крупного в России. Наверняка у вас лифты Кишиневы, Щербинские. И наверняка уже не все отработали 25 лет и более. Очень легкие. Да, их нужно менять. И об этом как раз нужно договориться. Это просто те возможности, которые можно путем совместных действий как-то находить пути решения и решать. Вот. И я вам скажу, у нас подход примерно был такой же раньше. Я участвовал в обсуждении планов развития ряда российских городов. И вот брали архитекторы, брали местную организацию, и начинали их там чеквостить, что вы не то, вы не это, вы не... Значит, они не виноваты. На самом деле есть такое понятие. Комплексное развитие территории. Надо рассматривать не только город, а город с прилегающими территориями. Нужно понимать, как организовать жизнь города. Потому что правильно, это живой организм на самом деле. Этот организм включает в себя кучу систем, в том числе социальные системы, образовательные, природоохранные, все что угодно. Технически как это решить? Построить эстакады. Ну, поезжайте, посмотрите, как это выглядит в Таиланде, например, очень невкусно. Можно решить так, как решили в Париже, когда они сносили часть исторической застройки, строили вот эти хорты, по которым можно быстро попадать из одной точки в другую. Тоже есть свои издержки. Посмотрите, в Варшаве, там делали заглубленные трассы из нескольких городов, которые пересекли город, чтобы можно было на скоростном автобусе доехать до нужного района, а потом пересесть на местные транспорты, дойти до этого. Посмотрите, как это сделано в Торонто. Там другая система. Там система вот этих дорог, которые соединяют города. Она вынесена за территорию городов. То есть тебе нужно сначала не попасть, стать в НКП платный, пересечь город, а город огромный, потому что 5 миллионов населения на большой территории, и только потом по другой корне попасть в ту точку, которая тебе нужна. Красиво, здорово, элегантно, но дорого, потому что их надо реально построить. И они на это пошли, они это сделали платным. Но уровень доходов населения Торонто и Решенево совершенно разный, вы тоже понимаете. Поэтому, вы правильно говорите, существует необходимость постоянного совершенствования любого города. И когда-то приходит ситуация, когда нужно кардинально многое поменять. Но это делается всеми, прежде всего под руководством городского управления. Это оно должно быть для себя. Значит, это должен быть привлечен бизнес, причем самый серьезный, потому что он тоже заинтересован, чтобы его люди, его работники, его предприятия и так далее располагались так, чтобы это было удобно и хорошо. И он должен, его надо научить заставлять инвестировать в эти проекты, потому что они и ему позволяют развиваться. Вы знаете, что я так вот долго об этом говорю, потому что здесь мы собрались не для того, чтобы кому-то высказывать претензии. Вы эти претензии можете высказать, когда вы соберетесь сами и будете обсуждать конкретные проблемы, связанные с реконструкцией той или иной транспортной системы для того или иного города. Мы сейчас пытаемся как раз нащупать принципиальные моменты, которые позволят сформировать и задачи, и возможности для их реализации. Потому что мечтать можно, но только этого немного. Нужно находить нормальные организационные решения. И это задача. В том числе и нас с вами, как бизнес-сообщество, и прежде всего тех органов управления, которые мы с вами избираем, которые мы с вами содержим, бюджет которого мы формируем и так далее. Разрешите я все-таки продолжу немножко, вдобавок. Дело в том, что мы собираемся рынок вывезти оттуда или переустраивать в другом совсем облике. Мы собираемся вывезти центральный автовокзал. Очень много мероприятий, уже решений как бы есть, но для того, чтобы приступить к исполнению вот этих вещей, учитывая, что генплан 2007 года за 10 лет ничего не делалось, то, естественно, нам сейчас нужно реактуализировать. Проблемы поменялись. И в экономический строй другой. Естественно, мы пришли сейчас в такой ситуации, что если мы завтра... Конечно, можно местами как бы выполнить кое-какие работы. Но для этого лучше мы приступили к транспортной схеме не для того, что могли сразу приступить к разработке или к актуализации нового генплана. Но в 2007 году, когда генплан был утвержден, он был утвержден с исключением, что работает в центральной части. Самая большая проблема была булевард Кантемир, который должен пересечь всю центральную часть, там, где еще осталось что-то историческое, на 80 метров по ширине. Значит, все должно было... Из-за этого не была утверждена транспортная схема и не был утвержден градостроительный план сектора центра, именно центральной части. Сейчас, чтобы выйти из этого блокаджа, или как его назвать, нам нужно транспортной схеме, нужно разобраться и утвердить. Потом градостроительный план сектора центра совместно с актуализацией генплана города, где там все проблемы, не только транспорта, но и социальный, и экономический, и экологический. И все вопросы будут там. Естественно, в этом новом генплане будет, опять-таки, на короткий срок, средний и дальний срок предусмотрены те работы, которые нужно выполнять. От этого нужно волеизлияние, желание политическое, естественно, тех, которые являются во главе города, сейчас консилиум, естественно, самый руководящий орган, но для этого нужны, естественно, финансы. Финансы, опять, сегодня мы встретились здесь для того, чтобы определить, в каких областях можем сотрудничать, работать. Потому что есть возможности по партнерству, как мы главной схема партнерят, публик-приват. Экономический инвестор приходит, естественно, проект реализовывает, он его использует 20-25 лет, или сколько, пока, естественно, экономически должно быть выгодно, экономика должна работать, должно возвращаться, после этого можно оставить или остается город. В таких случаях у нас вот проектов много. Естественно, или мы получаем задания от муниципального совета и разрабатываем определенные проекты с учетом уже, которые в генплане они будут предусмотрены. И начинаем работать, потому что тот же генплан опять пройдет немножко времени. Вы должны прежде всего определить, а, критические моменты, которые надо делать немедленно, те, которые влияют на безопасность и грозят дальнейшими проблемами, которые могут только усугубляться и приносить большие-большие расходы в будущем. Это раз. Второе. Вы должны понимать, куда идет город, как он будет развиваться и что тут будет. Это два. Третье. Вы должны понимать, как территории сопутствующие могут поучаствовать и не оказаться жертвой этого города. Потому что миллионник, это, извините, куча проблем для соседей. Вот у нас скоро будет совсем, дай бог, через месяц будет тендер о проведении электронных билетов в транспорте. Приходите, участвуйте в тендере. Вы уже участвуете? Тендер не объявили, а вы уже участвуете. Значит, хорошо. Если хотите знать, вот для того, чтобы освободить центр города от транспорта, мало построить окружную дорогу или сдать возможность проехать, не попадая в центр города. Все равно будут попадать, все равно будут ставить машины, все равно будут создавать проблемы для движения. Надо создать такие условия, чтобы в центр города без дела заезжать было просто, нам просто не нужно. Это просто накладно. Просто второе, чем они зарабатывают деньги, город, тот же Москва, это штрафами. Потому что, потому что есть возможность контролировать все. Проезд на красный свет, не нужно заезд на выделенку для автобусных линий, заезд на тротуар, ну, куда угодно. Просто, в принципе, можно. Абсолютно спокойно. Нам очень стратегически необходимо создание, скажем так, информационного вычислительного центра, вот умный город. В Москве это есть? Нам объясняли, вот Эльдар, руководитель, он приезжал чуть раньше, это 2000 сотрудников. Почему этот центр необходим? У нас есть Кишинево проект, господин Корецкий, главный архитектор Кишинева проекта. Вот этот центр, он должен выдавать точные данные пропускной способности, транспортной, пропускной способности, для того, чтобы разрешить или не разрешить размещение объекта. Он должен давать точные данные, сколько мусора мы все-таки вывозим, сколько не вывозим, и как мы можем все экономить. Это центр на основании объективных вычислений, без влияния субъективных каких-то интересов, факторов. Вот он должен надавать четкие данные, и мы на основании этих данных, мы, муниципальные советники, сможем принимать решения. Следующее. Из быстрых денег, скажем так, для наших коллег, ну, во-первых, закупка лифтов. Да, у нас бюджет очень маленький, по московским меркам, это всего 200 миллионов долларов. Мы считаем, что это как минимум на 100-150 миллионов долларов евро. Наш бюджет может быть увеличен по многим программам, которые у нас есть, но у нас около 1000 лифтов. Мы сейчас обновили, будет тендер на обновку около, если не ошибаюсь, 18 всего лишь лифтов. Те лифты, которым больше 42 лет, ну, вы себе можете представить состояние этих лифтов, а в городе нуждается обновление все лифты, кроме последних новостроев, которые построены в течение 10 лет. Следующее. Закупка троллейбусов и автобусов. Ну, к вашему сожалению, российские друзья здесь, белорусы, демпингуют и предлагают более интересные стоимости, но, тем не менее, участвовать в этих тендерах нужно и необходимо. Есть лизинговые схемы. Да, вот. Есть лизинговые схемы, может быть, у вас будут другие предложения, более выгодные для нашего бюджета. Следующее. В России собирается, я не говорю о китайском, потому что российские более качественные светодиодные освещения. Это позволит экономить городу, и за счет внедрения светодиодных мы можем рассматривать различные схемы. От закупки светодиодного освещения, раз, от того, чтобы вы установили везде светодиодное освещение, и мы вам оплачивали литрон-метр освещенность. То есть, можно и такой вопрос рассматривать. И для таких вопросов, которые не политические вопросы, в принципе, можно сформировать техническое большинство в муниципальном совете для развития города. Мы постараемся убедить и некоторых наших коллег. Следующее. Из долгих денег, ну, это строительство транспортных развязок, многоуровневых транспортных развязок. Вот табачный круг нам удалось, мы, к сожалению, занимаемся пожарными, пожаротушением, нам удалось заблокировать размещение там крупного торгового монстра, это ДДМАН, румынская сеть, не потому, что нам не нравится, а потому, что она еще больше усложнила бы самый сложный транспортный узел в Кичневе, это ниже из Маловской улицы, транспортная табачка, табачное апельсионное, так называемое. Вот нам необходимо среди многоуровневого комплекса там. Раз. У нас просто нет специалистов мостостроев, дорожников. У вас они есть, и у вас есть колоссальный опыт. В Москве мы видим, как все это работает. Следующее, реновация жилого фонда. Ну, соотношение стоимости земли к квадратному метру, оно, конечно, не такое, как в Москве, но, тем не менее, покупательная способность есть. Это у нас, с одной стороны, плюс для города Кишинева, с другой стороны, беда для Молдовы. Вся Молдавия стекается в город, центробежная вот такая сила, все в Кишинев съезжаются, продают все, что есть на периферии, съезжает сюда, но, то есть, покупательная способность на новострое есть. Необходимо огромное количество районов, где двух-трехэтажные дома, вот, нижняя Ботаника, например, сносить эти здания, потому что денег у нас строго, капитального ремонта нету, и смысла этого капитального ремонта в Сталинке 50-го, 51-53-го года просто нету. Технические здания изжилы себя. Дороги и парковки. Парковки я имею в виду, в первую очередь, многоэтажные парковки, это длинные деньги. Понятно, проедьте вечером по любому району Кишинева, вы увидите, что все дворы заставлены автомобилями. Все дворы, включая новостроем. Это огромная беда, где не могут играть дети, мамы с колясками не могут пройти. Вот, супер. Есть типовые проекты, да, и вот мы хотели бы это внедрение здесь, мы можем опять же сформировать техническое большинство в муниципальном совете. Что касается парковок на улицах, это очень щепетильная тема для кишиневцев, но сейчас наш бывший примар, мэр города из либеральной партии Киртака, у него уголовное дело, потому что он всю схему парковок по муниципию, они решили так, 13% в карман от оборота ставит себе мэр, 13% бывший глава управления транспорта, господин Гомрецкий. Ну, вот и уголовный директор. Это же не говорит о том, что... Не, совершенно верно, парковки нужны, на центральных улицах, как Штефан, я считаю, парковки не должны быть, это должно быть общественное пространство, и вот Тверская улица, и другие улицы в Москве, что были по программе «Моя улица» сделаны, просто шикарно. Еще один момент, это помощь Кишинев проекту, вот господин Горецкий есть, у вас есть НИИ градостроительства и НИИ генплана Москвы, кстати, НИИ генплана Москвы, НИИ градостроительства, они соучаствовали, или даже помогали Кишиневу в генплане, по-моему, еще при советских времен, то есть, и вся документация у них находится. У нас, фактически, нет генпланистов, вот фактически, нет специалистов. Единственное, специалист в области дорожного планирования, в области дорожного планирования, это тоже в Кишинев проект один человек, тоже в достаточно серьезном возрасте. Как раз затронули проблематику транспорта, систем телекоммуникационных. Москва в своем роде только начинала решать задачу транспортных потоков, узлов, телекоммуникации с 2019-2013 годов. И решил довольно очень интересным способом начать развивать умный город. А именно начали развивать систему краншеринга, когда можно освободить транспортные потоки с помощью автомобилей, которые можно взять в катковременную аренду. Тем самым мы облегчили потоки машин в городе. Это сейчас видно, и сейчас присутствует более трех-четырех игроков на этом моменте. И в свою очередь Владимир Владимирович Путин поддерживает развитие IT-сектора, сектора цифровой экономики в нашей стране очень активно. Мы, компания UDC, занимаемся разработкой программного обеспечения и таких телекоммуникационных систем, и немножко, может быть, слегка выделяемся из моих коллег. И какая проблематика у нас присутствует в мире, и в каждом городе она есть. В Молдове мы, кстати, увидели очень интересную площадку для развития подобных систем, проектов, и уже отвечая на вопрос, куда деньги инвестировать, вот можно инвестировать в создание таких телекоммуникационных систем, то есть которая облегчит людям жизнь. Не в том плане, что облегчит там, как бы, саму среду обитания, да, там, может быть, жизни повысить, а облегчит как бы, как бы, ежедневное времяпрепровождение, да, что решение повседневных задач будет сводиться к использованию неких гаджетов, переносимых устройств, с задействованием какой-либо одной кнопки, которая решает буквально все задачи. И вот как раз о какой глобальной проблематике я хотел сказать, то, что сейчас IT-компании создают очень много-много-много продуктов, мобильные приложения, сайты, платформы, прочее, прочее. Мы, конечного человека, просто замучили таким вот как бы отношением. Рынок мы перенасыкили. И вот самое важное, чтобы человек потерял интерес к этому. То есть если вот например, по аналитическим данным, то только три миллиона приложений уже имеет Apple Store, Google Play 70-го, это огромный рынок, и мы его с вами перенасытили. И мы призываем наших коллег к созданию таких вот единых универсальных инструментов, которые решают множество задач. И вот как раз наша платформа, которая носит одноименное название UDC Cloud, она решает множество задач и в социальной среде, и в телекоммуникационной среде, в развитии транспорта. И мы призываем к использованию таких инструментов, такого подхода, чтобы можно было с помощью одного инструмента, с помощью одной модели решить сразу несколько задач, а не травить человека множеством-множеством продуктов. Можно на этой платформе создавать другие сервисы, и эти сервисы тоже могут приносить пользу. Ну, к примеру, эта система контроля, например, ваших жилей, охранной системы, и так далее, и так далее, и так далее. Вот когда есть основа, вот когда есть платформа, она позволяет дальше развиваясь приносить в том числе и прибыль. И вот в этом случае есть смысл вкладывать деньги. Если вы хотите, чтобы вам вложили деньги только для того, чтобы составили видеонаблюдение по городу и ничем более, то эта система не окупится. Она просто устареет, и вы ее выбросите. Дальше. Поэтому, опять же, возвращаясь, нужно иметь комплексный план развития, в том числе наблюдения систем управления. Информация, которую получают, это как раз те самые управляющие импульсы, которые позволяют и принимать управленческие решения. Вот правильно ли будет построить дорогу там, там или там, можно сделать только тогда выводы, когда ты получишь картинку за достаточно протяженный период вообще движения по городу, ну и так далее. Значит, я вам обещал перечислить те программы, которые сегодня действуют в Москве и в Российской Федерации, потому что на самом деле Москва может позволить себе гораздо больше, чем любой другой город Российской Федерации в сфере, в силу того, что она просто нам становится намного богаче. Финансовые потоки у нас, к сожалению, замыкаются на крупных мегаполисах. Если вы приедете во Владимир или, скажем, в Ярославль, вы получите примерно такую же картинку, как в Кишиневе. Ничуть не лучше, не хуже. Но тем не менее у нас сейчас в общем-то программы, которые прокатываются Москвой, они потом рано или поздно проходят и реализуются в регионах. Это на самом деле так. Если вы приедете в Калугу, то там тоже уже есть платные парковки, там уже есть видеонаблюдение на дорогах за ПГД и так далее. Потому что люди поняли, что это те деньги, которые можно зарабатывать, которые можно пускать на развитие. Так вот, самое первое. Естественно, мы попытались сохранить то, что у нас есть. У нас огромный жилищный фонд с очень старой историей. Мы построили там в 60-е, 70-е годы, когда началось промышленное строение. Поэтому самое первое, что мы сделали, мы создали программу капитального ремонта жилья. Это больно, это плохо, это тяжело. часть денег собирается с жителей, примерно 5-10%. Но это надо сделать, потому что если это не сделать свое время, то мы просто потеряем это самое жилье. А заменить его вот так в одном моменте невозможно. Второе, что мы сделали, мы провели мероприятие, связанное с обеспечением безопасности жизни. Это значит, что все подъемные механизмы, все лифты, все системы, которые могут, которые изношены, которые могут представлять угрозу для жизни и здоровья населения, они должны быть заменены. Мы идем, идем, сейчас ускоренную замену вот всех этих систем. Это тоже непросто. У нас 550 тысяч лифтов в жилищном фонде по стране. Из них на годы 4 назад, когда начиналась программа, более 150 выработали свои ресурсы, подбежали замене. Сейчас 150 тысяч. Сегодня мы нарастающими темпами ведем эту работу. В позапрошлом году 12 тысяч лифтов заменили, в прошлом 16, в этом году у нас план 20 тысяч лифтов. То есть мы стараемся привести ситуацию к такому моменту, когда у нас количество выбывающих, отрабатывающих, количество 0 в 1 будет одинаковым. То есть обеспечить безопасность жителей и прочее. Одновременно с этим, я в этом вам просто клянусь, поведем работу по совершенствованию этих самых механизмов. интеллекты, которые ставились в жилищный фонд в 70-е, 80-е годы, это небо и земля по сравнению с тем, что сегодня ставится по крайней мере с точки зрения безопасности и комфорта. Третий момент, это среда, которая позволяет чувствовать себя нормально и уверенно людям с ограниченными возможностями. По всем крупным городам эта работа ведется и безбарьерная среда создается. Да, мы еще далеко не пришли к идеальному но по крайней мере эта тема стала присутствовать практически в планах любого более или менее крупного города. Поверьте, это важный момент, потому что у нас не так мало людей, которым трудно в наших городах. Значит, что дальше? Мы прекрасно понимаем, что экономика она требует того, чтобы ты вложил деньги и получил какую-то прибыль. Если прибыли не будет, никто вкладывать не будет. У нас в крупных городах, вы прекрасно понимаете, земля дорогая, потому что она застроена. Она застроена, как правило, достаточно малоэтажными зданиями. Ну вот просто я вам для примера скажу, если ты ну если я ошибаюсь или там забрал, поправьте, если ты застраиваешь пятиэтажками гектар, это примерно 5-6 тысяч квадратных метров. Если ты застраиваешь 17-20 этажками, это 18-20 тысяч квадратных метров. Соответственно, при одних и тех же вложениях выход гораздо больше. Поэтому мы провели, во-первых, снос пятиэтажек, которые отработали свой ресурс, они тоже имеют ресурс, потому что это промышленное домостроение, механизм реализации этих проектов связан с составлением материалов, ну и так далее, и так далее. Высвободили территории и провели более комфортную, ну, по крайней мере, более эффективную застройку. Появилась проблема, которую мы тоже понимаем прекрасно. Значит, нам нужны территории для хранения автомобилей, и так далее. Значит, стали строить подземные парковки, стали строить парковки вертикальные, и так далее. Кажется, ну да, это вложение денег, но это как раз и повышает качество жизни. Потому что, если мы говорим, что надо вот освободиться от автомобилей, это вовсе не значит, что гражданам автомобилей не нужны. Они нужны, потому что у них тоже надо, мы ездим там на даче и прочее, и это нужно. Просто нужно сделать так, чтобы это не ущемляло права жителей и проживающих, и в то же время позволяло содержать автомобиль в нормальных условиях ездить. Да, это тоже затраты, но когда люди начинают, когда начинается вот этот процесс работающий, начинается и рост доходов, потому что люди, вот у нас строительная отрасль работает около 5 миллионов человек. Учтите, что у каждого в семье примерно там 4 члена семьи, то есть это касается примерно 20 миллионов. Если мы активно начали вести строительство, то только у строителей появилась дополнительная работа, дополнительный рост доходов и так далее. А строить надо 40 процентов примерно затрат это труд и 60 процентов это материалы. Значит, те, кто производит материалы, они тоже, то есть мы запускаем таким образом достаточно серьезный процесс, который позволяет людям повышать доходы. Это значит, платежеспособный спрос людей растет. И это значит, что у вас, что у нас далеко не все жилищные проблемы в каждой семье решены, поэтому людям нужно все это покупать. Далее, мы провели очень большую работу для того, чтобы запустить механизмы, связанные с кредитованием, в том числе и кредитами на жилье. Это очень важный вопрос, это плохо, когда человек попадает в большую капало на долгий срок, надо, чтобы условия кредитования были достаточно лояльны к человеку. Да, у нас еще не та система, которая существует, скажем, в Германии или в Италии, но ниже 10% в среднем уже годовых уже можем кредитовать. А в отдельных случаях, когда это касается многосемейных, когда это касается людей, имеющих право на льготы и так далее, там может быть и лучше. Вот, это следующее. Значит, сейчас, скажем, в Москве мы запустили процесс реновации. Это опять же связано с тем, что нам нужно высвободить земли для застройки. Значит, мы переселяем из неудобного жилья, которое уже, понимаете, сегодня то жилье, которое мы строили в 70-х, 80-х годах, оно не отвечает требованиям современного человека. Его по-любому нужно сносить. Мы пытались найти способы его реконструировать и так далее. Получается, что как вложение гораздо выше, нежели эффект. Проще снисти и построить за него. Значит, мы запустили сейчас, это не только в Москве, этот процесс уже распространен и на территории, там, где они себе. Это могут позволить, по крайней мере, города-миллионники в эту работу включились. Это опять запуск механизма повышения доходов населения. Это тоже важно. Вот, далее. вот существует проблема, которая называется суточная миграция населения, да? Город растет, зарплаты в городе выше, возможность найти работу проще, потому что очень много нерешенных проблем. И начинается из пригородов люди едут утром в город, вечером обратно. Значит, с одной стороны человек теряет 4-5 часов, в Москве совершенно пустую, будем уж честно говорить, времени. С другой стороны это очень неудобно, в-третьих, это требует определенных вложений, потому что транспорт надо обеспечивать, он работает далеко не каждый, ну, не полный цикл, то есть он днем практически не загружен. Следовательно, у нас очень активно, вот сейчас между Москвой и Московской областью идет работа, которая позволяет часть тех задач, которые решает город, отдать аутсорс городам, находящимся вблизи, потому что вовсе не обязательно возить людей на работу, оттягивать вот этот активный контингент населения для того, чтобы он приезжал, вот он может эту работу выполнять у себя на месте. Например, все, что касается переработки, все, что касается обеспечения питания, все, что касается таких вопросов, которые можно делать заранее, просто потом доставлять продукт в город, это можно делать вот в этих небольших городах. Во-первых, это позволяет создать и там комфортные условия, потому что человеку нужно, в общем, ему все равно, живет он в Москве или в Дмитрове, или там, в Звенигороде. Важно, чтобы у него там была работа, чтобы у него был доход, чтобы у него... А потом он очень быстро понимает, что стоимость жизни в мегаполисе она раза в три, а то и более выше, нежели стоимость жизни в городе, там, до 100 тысяч населения. Он просто гораздо меньше тратит на все. Ну, вы просто представьте, что даже просто проблема передвижения в большом городе, это большая проблема. СТ-2 вида транспорта поменял, это в среднем один раз в одну сторону где-то 150 тысяч и в другую, ой, 150 рублей и в другую 150. Это 300 рублей, грубо говоря, это 4, евро каждый день ты тратишь только на передвижение. Вот. И он просто... Человек очень быстро включается, он понимает, что ему хорошо, что плохо. Более того, мы посмотрели опыт на Японии в этом отношении, а у нас почему-то вот интересно получается. В ряде стран нет мегаполисов. Ну, скажем, вот в Западной Европе фактически нет. Ну, есть большие города, типа там Париж, Рим и так далее, но это не мегаполисы. А есть страны, в которых мегаполисы возникают. Как правило, это страны, которые после каких-то катаклизмов очень быстро возрождаются. Ну, и вот происходит такая цена. Так вот, там есть компания, с которой мы постоянно работаем, это Urban Renaissance. она была создана для того, чтобы строить жилье, потому что после войны в Японии была проблема просто с обычным жильем. Они строили, продавали. До 1982 года были в основном продажи. Потом люди поняли, что покупать нет смысла, лучше ее снимать. Они продолжали строить государственные компании и сдавать в аренду и управлять этим жильем. А сейчас они практически не строят, потому что проблема с квадратными метрами не решена в принципе. Они занимаются ренессансом, то есть реновацией малых городов. Потому что проще создать хорошие условия для жизни в малом городе, который расположен в 120-150 километрах мегаполиса, нежели решить проблему этого же человека, когда он переселился в мегаполис. Дороже получается. Плюс ко всему это еще и повышает и уровень жизни, собственно говоря, человека. Потому что понятно, что ни в каком мегаполисе той экологической ситуации, которую ты можешь создать в малом городе, никогда не создашь. Большой город это всегда большие проблемы. Большие проблемы с экологией, с безопасностью, с транспортом и так далее. Ну я бы на вашем месте прежде всего просто минимизировал, в смысле систематизировал задачи. Вот так вот есть задачи первого порядка, второго и третьего. И начал потихоньку их реализовывать. Уважаемые друзья, мы бы не хотели, знаете, как выступать в роли бедных родственников, это понятно. Мы на самом деле бедные. Секундочку, я хочу сказать следующее. Для вас это во многих моментах, и мы участвовали в Московском роботическом форуме, это элемент престижа, когда серьезные институты, как генплана федерального уровня, помогают таким небольшим городам, пусть даже столице, но Кишинев, это небольшой город по вашим меркам, это элемент огромного престижа. Какие-никакие деньги мы найдем, мы можем это в рассрочку, допустим, оплачивать, но вот помощь в генплане, это нам стратегически необходимо, причем это нужно делать сейчас и срочно. И еще один момент, нам очень необходима помощь, ну, закупка спецтехники, это входит в тех быстрых денег, которые есть возможность, это помощь в организации и сбора и захоронения твердого бытовых отходов. Я вам вкратце скажу, у нас единственный полигон, единственный полигон в Молдавии, который соответствует всем нормам, это Цинцеренский полигон в 36 километрах от Кишинева, это единственный подготовленный полигон, и у нас единственное муниципальное предприятие, которое более-менее серьезно, оно нуждается в помощи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА